Анетта Орлова, доброе утро. Доброе утро. Как мы рады тебе. Прекрасно выглядишь. Не зря я сказала эти слова. Это не лесть и не комплимент. Спасибо тебе, дорогой. Это абсолютная правда. Я думаю, также тебе и рады все наши слушатели, которые всю неделю, ну и не только неделю, а всё это время, пока мы с тобой здесь работаем, отправляют свои вопросы на сайт radioromantica.ru и ждут от тебя ответов и твоей помощи. Буду стараться не разочаровать. Давай начнём. Пишет нам Юлия, ей 41 год. Доброй пятницы, Анетта и Тимур. Вопрос. Все мы живём в суетливое время, и негатив как бы настигает нас. Скажите, как нам так же быстро переключиться с негатива или мыслей о человеке негативном, о котором ты сам думать не хочешь, да и не надо, но не получается. А если получается, то когда происходит новый негатив, тогда уже переключаешься на новый. Да, очень хорошо. Спасибо за ответ. Хорошего дня. Вопрос. Спасибо за ответ, да, Юлия. Всё, у меня, видишь, как немножко прифронтальная кора чуть-чуть страдает сейчас. Юлия, очень хороший у вас вопрос, потому как он, в принципе, сейчас очень актуален. Так устроен наш мозг, так устроена наша психика, что негативные какие-то факты, стимулы, они воспринимаются нами более развернуто. Почему? Потому что в эволюции это оправдано, в биологии это оправдано. Нужно увидеть любую опасность и на неё вовремя отреагировать. Потому как если ты вовремя не отреагируешь, то могут быть очень плохие последствия. Но в нашей реальной жизни мы живём, конечно, по другим законам, но частенько, частенько вот это вот наследство биологическое, оно остаётся. Мы постоянно сканируем пространство и постоянно, как бы, бессознательно ищем, откуда может прийти какая-то угроза. Это может быть связано с базовыми такими характеристиками человека, это может быть связано с высокой тревожностью, может быть связано с тем, что человек в детстве, например, какие-то были у него трудности, нарушилось его базовое доверие, и поэтому у него, в принципе, взаимодействие с внешним миром всегда направлено на то, чтобы сканировать какие-то внешние угрозы. И он всё время думает о том, как откуда-нибудь к нему прилетит что-то такое. Либо агрессия, либо обстоятельства. Для кого-то это может быть какое-то обстоятельство внезапно возникнет, а у кого-то это какой-то поступок другого человека. Так вот, это может быть складом характера. Это также может быть признаком, что вы по какой-то причине испытываете дефицит ресурса. Перегрузились, устали, ваше количество таких негативных факторов, их стало очень много, и вы испытываете такую подавленность, и тогда мозг ещё больше будет выхватывать вот эти... Это, знаете, это как такой запнутый круг. Что делать? Что делать? Попробуйте проанализировать, заметить. Когда вы начинаете думать о чём-то плохом. Вот у вас вы ухватываете такой момент. Да, я думаю о чём-то плохом. Сфокусируйтесь, пожалуйста, на вашем теле и попробуйте проанализировать, что происходит с моим взглядом, когда я думаю о чём-то плохом. Куда он направлен? В большей степени, практически всегда, вы можете увидеть, что ваш взгляд как будто бы инверсирован, то есть он смотрит куда-то внутрь вас. Вы немножко аутизируетесь, то есть выходите из контакта с внешней реальностью, перестаёте с ней контактировать и направляете свой взгляд внутрь себя. Дальше там у вас рисуются какие-то негативные картинки, и вы как бы в отрыве от внешнего мира что-то там у вас происходит. Дальше, заметьте, пожалуйста, когда вы в этих мыслях, что происходит с вашим дыханием? Оказывается, что проваливаясь в очень негативные переживания, мы часто начинаем либо замирать, то есть перестаём дышать, либо мы начинаем дышать очень поверхностно и часто. И вот тут тоже оказывается, что мы можем тоже ухватить вот этот взгляд внутрь себя, замирание, например, дыхания, или наоборот, оно такое очень поверхностное становится. Следующий вопрос. Что происходит с вашими плечами? Например, очень часто мы как бы голову как будто втягиваем в плечи, вот и начинаем вот так вот, потому что мы как бы продавливаем, мы как бы чувствуем, что на нас давит вот этот груз наших негативных мыслей. И в какой-то момент мы впадаем в негативный транс. То есть это может быть такая обездвиженность, такой уход внутрь себя, такое замирание. И всё это, естественно, очень сильно влияет на состояние. И как бы чем больше мы в этом находимся, тем больше этот процесс усиливается. Поэтому, как только вы это просветили, отсветили, ухватите ту мысль, которая к вам забралась. Какая мысль вас, например, напугала. Ну и попробуйте эту мысль опровергнуть. А самое главное, начните, сделайте вдох-выдох, расправьте тело. Вдох-выдох. Постарайтесь свой взгляд перенести на внешние факторы, на внешние стимулы. Вы садитесь, и вы начинаете, например, всё, что вас окружает. Ну, я, например, смотрю на камеру. И смотрю, вот передо мной камера. Какая это камера? Вот такая-то фирма. Вот такой-то зум. Отлично. А вот такая-то у неё стойка. А вот я сейчас смотрю на свой телефон, который ведёт эфир в Инстаграм. Да, сегодня последний раз, да, потом будем вести уже в Телеграме. Вот, ага. Так, а вот у меня Мишка тут. То есть я как бы разрываю свой контакт своим внутренним переживанием. То есть я начинаю фиксировать. Ой, Тимур сидит, да, улыбается, любит свою работу. Классно. Ой, заставка, личная территория с Анетой Орловой. Классно. И всё. То есть я как бы заставляю свой мозг выйти из этого фокусировки на своих проблемах и начать контактировать с внешним миром. И здесь ещё важно двигаться. Попробуйте двигаться. То есть походить, можно потрогать что-то. И, естественно, если у вас есть какая-то задача, которую вы могли бы делать, направьте на это своё внимание. Вот, и через какое-то время, если вы будете отслеживать, здесь самое главное – отслеживать моменты, когда вы проваливаетесь как бы в это, когда вы туда рыбкой, и заставлять себя оттуда выходить. Негативная мысль, вы её переформулировали. И дальше вот взгляд, дыхание, плечи, опять же, все остальные части тела, почувствуйте, как они расслабляются, и внимание вовне. Вот и всё. Всё. Это тоже навык, который не так-то просто освоить. Но если уж так коротко скажу так, сейчас вообще наше внимание должно быть предельно избирательным. Сейчас нужно включить экологию внимания, потому что сегодня за наше внимание идёт колоссальная борьба, и нас забрасывают информационными, конечно, вирусными. Поэтому слушайте радио «Романтика». Здесь вы точно получаете набор ресурса. Это важно. Позитивного, хорошего ресурса. Мы вернёмся скоро, далеко не уходите. Личная территория с Аннетой Орловой. Пишет нам Виктория, ей 38 лет. Читаю. «Здравствуйте, моя любимая Анетта. Спасибо вам за ваш талант и поддержку в процессе познания себя. Хочу получить ваш совет. У меня с мужем созависимые отношения. На данный момент завишу от него. И материально, в скобочках, переехала 7 месяцев назад, к нему. Но главное – морально. Осознала это, занимаюсь поиском работы, стараюсь выстроить отношения с собой и полюбить себя, чтобы не нуждаться и не добирать любовь. Но есть большая сложность, когда у мужа плохое настроение. Оно случается часто. Я теряюсь. Не знаю, как правильно реагировать, когда поддержать, а когда не лезть. Он считает это проявлением холодности и даже агрессии с моей стороны. Хотя в такие моменты я просто ранюсь. Когда будет возможность, приду к вам в программу. А пока, если можно, подскажите, пожалуйста, принципы самопомощи и коммуникации в таких ситуациях. Дело в том, что вы верно уже определили, что когда у вас есть какая-то травма отвержения, или травма отвержения, какая-то травма, связанная с вашим предыдущим опытом, когда, скорее всего, когда вы что-то делали не так, вас, может быть, когда ругали, с вами потом не разговаривали. То есть было так, вот, либо ни с вами не разговаривали. Ну, например, мама имела склонность замыкаться и, в принципе, да, когда что-то идет не так, или ссора с отцом, тоже замыкаться и не разговаривать. Это может быть одна причина. Вторая причина, что, в принципе, никто так себя не вел, но вы были всегда очень чувствительны, но родители были эмоциональны, не всегда владели своими эмоциями. И тогда вы росли и привыкали, что вам нужно все время ориентироваться на эмоции другого человека. И для того, чтобы вы себя чувствовали спокойно, вам нужно было увидеть, что к вам относятся хорошо родители. То есть они в хорошем расположении духа. То есть это история, когда у родителей на лице написано их настроение, а настроение у них колеблется. И реакции их управляются не логикой, не системой, а эмоциональным состоянием. Вот такие люди, они вырастают с вот этой вот привычкой заглядывать в лицо к другим людям. И в этом лице считывать, доволен иметь человек или недоволен. Потому что если он доволен, то все спокойно, можно жить дальше. И вот здесь получается, что это частая история, когда склонные к зависимому поведению женщины, они выбирают себе мужчин, только если она зависимая, которая хочет приблизиться, то он аддикт избегания. То есть он зависимый, который хочет убежать и избежать. И когда ему плохо, он, например, замыкается, он отвергает, он отдаляется. И тогда получается, что вот эти зависимые, которые хотят приблизиться, они очень ранятся об это поведение. Что можно сделать здесь? Здесь, скорее всего, нужно попробовать отслеживать это состояние, вспомнить, когда это было в вашем детстве, когда это было в вашей жизни, и все время себя возвращать в реальность и говорить, я не маленькая девочка, это не мой папа, это не моя мама. Я не могу требовать от него, чтобы он реагировал так же. И вновь и вновь и вновь возвращать себя в то, что я выросла, и мне не нужно постоянно сверять свою значимость, сверять свои права быть здесь по его лицу. Потому что вы становитесь для него агрессивной. То есть когда вы не получаете вот этого от него подтверждения постоянного, вы начинаете очень тревожиться, не можете выдержать вот этого отвержения, и тогда вы как бы начинаете нападать. И это может быть связано с тем, что, например, вас наказывали, к примеру, игнорированием. И тогда такие люди могут даже конфликтовать, потому что любой конфликт для них лучше, чем игнорирование, потому что в конфликте есть возможность почувствовать эмоции и потом как-то примириться. Вот это такой тонкий момент. Все время говорить, что я выросла, я не маленькая, маленькая, что я не заглядываю в его лицо, что мы не слившиеся, от его лица не зависит вся моя жизнь, я выросла. И постепенно, постепенно как бы укреплять свое эго. Личная территория с Аннетой Орловой. Пишет нам... Так, сейчас я пролистал. Гульмира, 41 год. Здравствуйте, Аннетта, благодарю вас за добро, которое вы дарите нам, люблю вас, и мне очень помогает информация, которую вы даете. Скажите, пожалуйста, почему я чувствую себя неловко, когда муж старается мне угодить, или после того, как я отстояла свою точку зрения и добилась его уважительного отношения ко мне? Я чувствую себя плохо от того, что вижу, как он все-таки ведет себя так, как я добивалась. Мне стыдно. И часто бывает, что мне проще, когда ко мне относятся похуже. Часто такое у меня с чужими людьми. Мне неловко видеть их излишнее расположение ко мне. При этом я росла в родительской любви и скандалов не наблюдала. Родители в детстве никогда не критиковали. Атмосфера в семье была доброжелательная. Прекрасный вопрос, я считаю. Давайте разбираться. Ну, здесь прекрасный вопрос. Вот вообще, когда мы вот слушали, да, пока Гульмира не сказала про то, что как она росла. Конечно, у меня была другая ассоциация, что вот если говорить про то, о чем говорит Гульмира, она говорит о том, что я к себе отношусь плохо. Я себя считаю недостаточно хорошей, недостаточно достойной. Вот что-то про это. Возможно, вторая, может быть, причина. Гульмира живет в схеме, ну, бессознательно, такого подчинения. То есть она понимает, что мир иерархичен, и она должна подчиниться. Это может быть вынесено из семьи, например, потому что атмосфера может быть очень благоприятной, потому что четкая иерархия, и надо всегда делать то, что тебе говорят. И вот тут вот может возникать, что когда она выросла, и когда ей нужно хотя бы как-то отстаивать свою позицию, возможно, возможно проявить свою силу, она не знает, как с этой силой быть. И когда другой человек принимает ее позицию, говорит, да, я сделаю так, как ты говоришь, она как будто бы чувствует, что то ли она его обманула, то ли она недостойная, это какая-то ошибка. А еще высок риск, что она может обесценивать того человека, который старается сделать для нее хорошо, потому что внутри нее она убеждена, что на самом деле это она должна подчиняться. Приходите ко мне на программу самооценки, потому что это длинная история, здесь есть с чем поработать, но одно только могу сказать, что ваш муж тоже очень сильно на это влияет. посмотрите, как вы сказали, он пытается мне угодить. Вот попробуйте по-другому сформулировать этот вопрос, формулировку. Может быть, не мне угодить, а может быть, он старается вас поддержать, а может быть, он старается вас услышать, а может быть, он старается, чтобы в семье был баланс, понимаете, и тогда мы будем видеть в нем достаточно большое количество мужественности. И совершенно по-другому, когда вы говорите, он старается мне угодить, и у меня возникает, ну там, я отталкиваю, мне плохо, мне стыдно, у меня даже может быть отвращение. Женщины, которые себя сами не очень ценят, у которых вот схемы такие глубинные, не очень-то большой любви к себе, они часто даже могут испытывать отвращение к тем мужчинам, которые к ним относятся хорошо. Но при этом залипать, ну такое, простите, слово, на тех, кто их отвергает и кто их принижает, потому что вот это внешнее поведение синхронизируется с их внутренним. Вообще тема вот этого самопринятия, самооценности, самооценки любви к себе, она ключевая, потому что она влияет на все сферы жизни от объема зарплаты, который тебе платят. Потому что если я буду виниться за то, что мне платят хорошо, то через некоторое время я либо потеряю эту работу, либо мне не будут платить хорошо. И если я чувствую, что мужчина относится ко мне так, как я недостойна, потому что я недостаточно хорошая, вот сколько более крутых девушек, то рано или поздно он это почувствует и примет. Вот поэтому это тонкий такой момент. Дальше изюм. Мария, 35 лет. Здравствуйте, дорогая Анетта. Расскажите, пожалуйста, как можно уловить свое предчувствие, не сопротивляться ему сознательно или бессознательно. Иногда такое бывает, что душа не на месте, в это время чувствуется, как будто нет силы, необъяснимая внутренняя тревога, причем скорее слабая, как будто приглушенная. Такое случалось в жизни, какая-то необъяснимая сила и внутренний голос как будто подсказывал, едь домой, потом доделаешь дела на работе, туда идти не обязательно, потом я анализирую, что это было предчувствие. Понимаю, что не всегда можно от чего-то избежать, но хочется научиться чувствовать немного больше, быть в большем контакте с внутренними чувствами, в таких случаях научиться принимать решения. Самые простые, например, по наитию, или в это время нужно выключить логику? Вот такой вопрос. Ну, да, это такая, это большая очень тема. Она большая, она сложная, неоднозначная. Почему? Потому что иногда, вот, например, да, в моей жизни, у меня даже в программе есть урок про соматический интеллект, да, в моей жизни бывает такое, что я чувствую, у меня вообще предчувствие мне свойственное. И вот, например, я просыпаюсь, у меня очень сильная вялость, вот то, что сказала Маша, или, например, я категорически что-то не хочу делать. Я ориентируюсь на своё тело, вот тело, я на него ориентируюсь. Если я вижу, что я общаюсь с человеком, у меня недавно, у меня была в сентябре такая встреча, наврала, по-моему, не в сентябре, в прошлом мае. У меня в мае была встреча, которую я долго сама инициировала, потому что хотела с человеком взаимодействовать. Но когда я пришла на эту встречу, у меня было в теле ощущение, что мне хочется оттолкнуться. И я тогда поняла, что моё тело не хочет взаимодействовать с этим человеком, хотя логично было, очень перспективно. И я прислушалась, потому что тело редко врёт. Я могу даже иногда повернуться спиной к человеку, если у меня какие-то там задачи, с ним вместе что-то делать, и у меня недостаточно логического материала. И почувствовать, если спина моя спокойна, то я понимаю, что ага, бессознательно и нормально взаимодействовать с этим человеком. Это как бы из хорошего, но из не очень хорошего. Есть такая, есть такая, ну, наверное, можно такой континиум произвести, то есть такая линию можно произвести. Чувствительность. Такое достаточно звериное чутьё, когда человек уже чувствует очень много. И следующий уровень – это паранойя. Вот тут очень важно в попытках установить и усилить своё вот это то, о чём вы говорите, звериное чутьё. Я хочу всё чувствовать и интуичить. Можно как бы настолько себя раскачать, чтобы провалиться в паранойю. Ну, в паранойю не в том смысле, что вас кто-то хочет убить, а в том, что вы будете постоянно проваливаться, вот это паранояльное мышление, магическое мышление, постоянно будете испытывать тревогу, и в этом нет ничего хорошего. Поэтому, если вы иногда, вдруг, обычно вы логичны, обычно вы как бы системны, структурны, но вдруг вы встали и вот всё, ну всё, прислушайте своему телу. Но если у вас и так очень много тревоги, очень много всех этих переживаний, то лучше как раз усиливать логику, укреплять своё эго, а не проваливаться в эти бессознательные содержания, потому что там можно, в общем-то, и погрязнуть. Поэтому в каждом конкретном случае каждый человек должен чувствовать. Вот я, например, могу сказать, что я всю жизнь нахожусь в континиуме, на этом континиуме между чувствительностью высокой и звериным чутьём. Вот я между. И если я приближаюсь к этому вот такому, что я подразумеваю под звериным чутьём? Ну всё человек чувствует, ну всё понимает, бессознательно такой контакт. Но вот туда я дальше не хочу, поэтому я даже всегда стараюсь опять просто уйти к чувствительности. Да, в работе мне это очень помогает, но в обычной жизни, да, я, например, при такой чувствительности могу, например, нагрузить своих детей излишней осторожностью. И тут нужно себя тормозить, потому что это будет раскачивать, будет формировать у других тревожность. Вот, или начинают люди проваливаться в магическое мышление, начинают все приметы, ритуалы совершать перед выходом на работу, чтобы ничего плохого не произошло. Кошка увидел всё, оббегает всё на свете. А ты веришь в приметы? Нет, я не верю. Я верю в определённые ритуалы, очень верю в переходы. Я считаю, что есть вещи, которые должны неукоснительно соблюдаться. К примеру? Ну, например, ритуал, там, 40 дней, когда человек уходит, нужно обязательно выдерживать траур. Ну, нельзя там танцевать, веселиться до 40 дней, это очень плохо. Потому что это, как бы, правило, которое должно быть, да? Или там важный ритуал, это когда, там, вот для меня это, например, маленького ребёнка, там, не показывать всем. Для меня это так, да, это не приметы, это такая традиция, но в которой очень много правды. Потому что маленький ребёнок, он абсолютно находится, ещё эго не сформировано, он абсолютно зависим. Это с глаз? Нет. Он зависим вообще для всего, как бы, он вообще зависим. И, например, выкладывать фотографию, там, малюсенького человека, которому 20 дней, там, с закрытыми глазами, и, например, я считаю, что это неверно. Потому что фотография, ну, это всегда определённый объём личной информации человека и его полевых структур. Поэтому есть какие-то вещи, которые, там, ну, важны, там, правильный раздел наследства. Это очень важно. Потому что если наследство делится неверно, то долги возникают у того, кто хватанул, и он хватает негативной программы, и проблемы у того, кого обделили. Потому что он отдал своё. Все страдают. И потом это будет... Поэтому есть определённые вещи, в которые я придерживаюсь. Но, например, кошка, которая перебегает, или, там, разбитое зеркало, ну, я в это не верю. Если вдруг чёрная кошка перебежала вам дорогу, друзья, не переживайте. У кошки просто дела на другой стороне улицы. Личная территория с Аннетой Орловой. Идём дальше. Алина 31. Всё верно? Да. Здравствуйте. По жизни, я цитирую, мучает то, что не могу нормально приспосабливаться к изменениям и принимать их как есть. Часто раздражает то, что всё идёт не так, как нужно мне. Подскажите, как с этим разобраться? Ситуации такие. Выбросить старые вещи, которые давно не ношу, лет семь, сделать перестановку, переживая переезд родственников в другой город. И вообще у меня такое ощущение, что я застряла где-то ни в прошлом, ни в будущем, и тем более не в настоящем. Леночка, такой вопрос очень содержательный, но он такой глубокий достаточно, вот как будто бы много уровней. Раздражает, что всё идёт не так. Это про то, как если, например, вы себе простроили какой-то план, то чёткий конкретный план и планирование, то есть вы такой стратег, это вас успокаивает и снижает вашу тревогу. То есть вы привыкли больше взаимодействовать с какими-то конкретными, наверное, такими очень понятными для себя запланированными действиями. И если вдруг какие-то действия, вернее, если вдруг реальность врывается и формируется какая-то ситуация, обстоятельства, где не вы являетесь тем, кто в активной позиции, в проактивной, то вы как будто бы, наверное, я могу ошибиться, отказывайтесь с этой ситуацией взаимодействовать. То есть вот если вы, например, поставите себе какой-то план, то, возможно, вы продумаете этот план и будете по нему как-то двигаться. Но если, например, вдруг что-то возникает и не пошло так, как должно быть, то у вас возникает сразу резкая потеря интереса. Я думаю, что очень много эмоций, которые вы вытесняете. Мне кажется, что тут надо... Я бы на вашем месте обратилась бы индивидуально к психологу, потому что здесь есть над чем поразмыслить, и здесь нужна такая индивидуальная работа, потому что вот я услышала и про боль разрыва, переживаю переезд родственников. Но также я вижу, что есть такая потребность сохранять все то, что было. То есть есть какая-то глобальная потребность сохранения того, что было. И тогда нужно попробовать найти, в какой момент в вашей жизни было что-то утрачено, что нанесло такую травму. Поэтому вы пытаетесь изо всех сил сохранять что-то. Вещи, людей, которые уезжают, ту обстановку, которая в квартире. То есть ничего не менять. Вот такое бывает, например, если у человека кто-то умер, и он оставляет всю квартиру, там, комнату так, как было. Ничего не хочет менять. Он застрял в каком-то горевании. У вас какая-то другая история. Но вы тоже застреваете в чем-то вязком, что не позволяет вам что-то менять. Как будто бы вот такой охранный процесс. Но это нужно исследовать. Там, скорее всего, какой-то травматический опыт был. Вот он вас тормозит, травма. Последний вопрос. У нас 5 минут, и целая история. Лариса, 28 лет. Здравствуйте, Анетта. Разошлась с мужем по моей инициативе. Была в браке 5 лет. Решила уйти, потому что изменила сама с женатым человеком и предала мужа, который меня любил. Жить с ним стало невыносимо. С любовником много раз пытались расходиться, потом все начиналось снова. Не могла отпустить, все время тянула к нему. Других мужчин не воспринимала, не испытывала чувств. Испугалась, что всю жизнь буду привязана к женатому, который мне ничего не может дать. Приняла решение разорвать эмоциональную связь, буквально силой переключиться на другого. Завязались отношения с его другом, неженатым, но имеющим свои странные отношения с бывшими. Поняла, что совершила с горяча еще одну ошибку, связавшись с другом женатого. Сейчас не общаюсь ни с женатым, ни с его другом. Приняла решение прекратить с ним любое общение. Внутри дискомфорт, что заварила такой каши и не знаю, как теперь ее расхлебывать. Как простить себя за измену, за ошибки, которые совершала по глупости наладиться. Что еще достойно чего-то хорошего? Наказываю сама себя внутри тревога и страха за будущее. Как будто бы есть некий такой раздрай внутренний. Одна часть хочет одного, другая часть хочет другого. Сейчас вы немножко растерялись. Я думаю, что вы сделали верно, что прекратили все отношения. Вам сейчас надо просто немножко собраться, вот как бы структурировать свое я. А то вы как будто бы все время метались между, вот мое мнение, между страхами и страстями. Страсть тянула к одному мужчине, но страх, что вы с ним не можете, вас отталкивала. Безопасность тянула к мужу, но стыд и страх вины вас оттуда выбрасывал. Потом почему-то вот такой вот вас потянуло к какому-то другу. Наверное, тут тоже какая-то была бессознательная история. Может, вы хотели, чтобы ваш женатый друг что-то пересмотрел. Непонятно. А может быть, это была попытка клин-клином. В общем, все это такие аффективные решения. И для того, чтобы настроиться, сейчас надо время, чтобы вам побыть самой, подумать, а что хотите вы. У вас проблем с мужчинами не будет, потому что, потому как вы рассказываете, видно, что вы достаточно легко вступаете с ними в отношения. У вас молодой возраст, вы можете спокойно прийти в себя, не разрушаться, не самообвиняться, но сделать определенные выводы, что вот в какой-то момент я могу терять какой-то самоконтроль, и это может быть для меня не очень выгодно, не очень полезно. К сожалению, время подходит своему. Завершается наш эфир. 10.52 в Москве. Анет, спасибо тебе большое. На вопросы мы ответили. В следующую пятницу я надеюсь, сдаст Бог продолжим. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова